Нет ничего хуже недосказанного. Вот это недосказанное, невысказанное, оно, знаете, внутри человека тлеет, тлеет, всю его энергетику перекручивая, всю его, значит, вот эту, далее физиологию, переэта самая. Одно слово на язык подвернулось, но его нежелательно говорить. Физиологию всю, короче, вот так вот поломает, все это перевертит и потом не поймешь с чего, что и начинать, как и почему, откуда пришло. Да, вот так вот. Так вот, хочется дополнить и надо дополнить предыдущую нашу беседу причины, следствия, ошибки и закономерности. То есть причины через следствия и далее ошибки закономерно приводят к закономерности. Вот хотелось бы сказать, вернее, хотелось бы сказать, конечно, очень много и вспоминаю выражение великих мудрецов. Большой мудрец подобен заике, столько мыслей приходит и он не успевает их высказать. Так вот, начнем с самого главного. И я там подберу видео и проиллюстрирую его. В первую очередь, человек имеет свою индивидуальную конституцию. Индивидуальная конституция это природой заданные параметры этого человека, этого организма, который он имеет, этой личности, которая на данный момент существует. И вот смотрите, что происходит. Ну, например, следующее. Это, яснее всего, это телосложение. Начнем с самого понятного и ясного. Телосложение. То есть у человека телосложение. И сразу же приведем так. Вот. Телосложение газели. Струненькая, газель такая, шустренькая, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Большинству она нравится. Далее идет телосложение лося. Я не стал говорить, что коровы, хотя есть корова. Лось, бычок, лось. Ну, возьмем лося. Значит, лосяш имеет уже большее телосложение. Но оно по-своему хорошо. По-своему функционально. И, наконец-таки, есть люди, которые имеют телосложение гиппопотама. Большое такое телосложение. Естественно, для своего телосложения это нормально. Но вот что получается. Что человек с телосложением лосяры хочет стать таким большим, как бегемот, носорог. И, в конце концов, как слон, вот хочет такой. Значит, его нормально, вот это телосложение, данное ему от природы. Надо на него как-то повлиять. А именно. Ну, возьмем качку. Значит, нагрузка физическая, усиленное питание. Остальное не будем убрать, чтобы не отвлекаться. Усиленное питание и действительно приводит к тому, что нарастает масса. И человек с телосложением лося начинает выглядеть, как носорог. Мощный там, большой такой. То, что ему хотелось. То есть причины, которые его побудили к тому, чтобы он был побольше. Вызвали соответствующие следствия. И, естественно, питание, усиленные тренировки привели к тому, что он стал выглядеть совершенно иначе. Здесь, что надо тебе рассказать. И лосяш думал, что вот он достиг желаемого, того, что надо. Достиг желаемое за счет тренировок, за счет питания. Все, я. Вот такой мощный, как носорог, как бегемот и даже как слон. Достиг все, можно на этом и остановиться. То есть у человека. Я достиг этого все. И якобы, якобы это все останется. Ну, смотрите. Сейчас вот прослеживается. Внимательно вы меня, значит, послушайте. И о чем я с вами разговариваю. Значит, для того, чтобы изменить свою природную конституцию на вот такую вот. Приходится затрачивать дополнительные усилия в виде физической нароски на пищеварение, в виде потребления большого количества пищи. То есть это идет повышенный износ организма. Далее человек этого достиг и думает, все нормально, все хорошо, теперь я такими буду. И можно так сказать, либо он может вообще все бросить, тренироваться, питаться, думать, я такими и останусь. Либо же сокращает это. Как только все это сокращается, физическое нагрузка и питание, идет откат. Опачки. К прежнему уровню лосяжа. Значит, для того, чтобы поддерживать это, выглядеть как носорог-беремот, а тем более как слон, надо всю оставшуюся жизнь, значит, качаться и есть. Как только это прекращается, неизбежно идет откат к лосяжу. Далее. Рассмотрим другой вариант. Лосяж желает, чтобы он выглядел как газель. И для этого начинает уменьшать там питание, что-то там делать для этого. Да, где-то там сбрасывается вес. И он начинает примерно так внешне походить на газель. С такими, конечно, своеобразными формами, чертами, но будем говорить. Как некоторые говорят, вот это слово мне не хочется говорить, худая корова все равно не будет газелью. Ну, тем не менее. Вот, значит, вес сброшен. И, опять-таки, вот она индивидуальная конституция, которая требует для своего поддержания естественного определенный уровень нагрузочки физической. Ну, такой умеренный. Определенное там питание, такое небольшое, все это только, ну, в меру для этой комплекции. Вот. А тут приходится какие-то создавать повышенную нагрузку в виде каких-то движений, там, прогулок, там, ну, допустим, вот этих аэробики. И, естественно, как некоторые говорят, сидеть на пониженном питании. Что способствует, вот, будем говорить, газели подобной форме. Как только вот человек, вроде бы, достиг, ему-то это все понравилось. Да, я вот, смотрите, какой стройненький стал, я какой-то вот, вот, хорошенький стал. И прочее, прочее. И, как бы сказать, он немножечко расслабился. Ага, где-то там съел сладенького, где-то там съел там шашлычка, где-то еще что съел. И вес опять пошел. То есть, естественно, вот эта конституция индивидуальная, она, как бы сказать, от природы вот держит свои формы. Она их держит. И если мы раскачались, а потом бросили, она возвращается к своим нормам. Если мы сбросили вес и потом, как бы, расслабились, то есть, целенаправленно затративали усилия на то, чтобы иметь вот такой пониженный там вес, который нам нравится, он неизбежно возвращается опять к своему природному состоянию. То есть, опять-таки, тратится какая-то нагрузка, тратится какие-то усилия. То есть, опять-таки, можно сказать, где-то идет, если на это чрезмерно человек заостряет внимание, вот смотрите, какой я такой секунь, на это идет расход его жизненной силы. То есть, опять-таки, мы наблюдаем, что? Износ организма повышенный. А что же нам необходимо делать? Что же нам необходимо делать для того, чтобы нравиться себе? Для того, чтобы себе нравиться, себе, любимому, надо принять такой, как ты есть, свою индивидуальную конституцию. Но в рамках этой индивидуальной конституции, естественно, поддерживают такое функциональное состояние, которое, как бы сказать, наиболее приемлемо вам без каких-то чрезмерностей. То есть, вы немножечко придерживаетесь питания. Вы там немножечко, грубо говоря, подкачиваете мышцы свои, немножечко. И это получается, что это у вас нормальная физиологическая ежедневная нагрузка, которая способствует просто-напросто поддержанию вашего здоровья, поддержанию вашей мышечной массы, поддержанию вашей функциональной активности. И не более того, вот это как раз называется здоровый образ жизни. И благодаря этому здоровому образу жизни, можно жить долго, счастливо и наслаждаться жизнью. Нежели, нежели сбросил вес, потом где-то там расслабился, и он еще больше. То есть, откат идет. Оп, набрал. Ага, набрал мышечную массу, все. Где-то там что-то такое случилось, не потренировался, не попитался. Откат. Назад. Опять ничего нет. И у человека тогда недовольство самим собой. А, вот-то я был стройный, а теперь смотрите, какой я стал. Вот-то я сам себе не нравлюсь. Вот я был накачанный, а теперь я не накачанный. Ах, опять я себе не нравлюсь. То есть, важно понимать следующее. Все наши хотелки, как в ту сторону понижения массы, так в ту сторону повышения массы, требуют повышенных затрат нашей жизненной энергии, что в итоге сказывается повышенным износом нашего организма. И это уже нездоровый образ жизни. Точно так же теперь это мы разобрали лосяжа. Газель. Если Газель еще хочет сбросить меньше веса, то то же самое будет, что и с лосяжем. То же самое с набором веса. Она вроде хочет превратиться, грубо говоря, в более крупную какую-нибудь лань. Требуется есть больше, требуется заниматься больше. Меньше, значит, тоже меньше. Это же относится и, грубо говоря, к людям, которые типа слонов, бегемотов, носорогов. Вот у них есть своя индивидуальная конституция, в которой они по-своему красивы, по-своему функциональны. И это надо понимать, это надо поддерживать. И этими преимуществами пользуются. Каждая конституция обладает своими какими-то особыми преимуществами, которые надо знать, владеть и пользоваться. Вот. И если, грубо говоря, на все это дело как-то там не придерживаться, то из слона, грубо говоря, человек превращается, обрастает вот этим вот жиром, то есть эти люди склонны к набору веса, превращаются в какую-то такую амебоподобную массу, которая уже ходить не может. Сколько таких примеров? То есть люди склонны к набору веса, вместо того, чтобы разумно придерживаться, они наоборот идут на поводу у этого качества, и в результате набирают вес там килограмм за 200, что они не могут уже ходить, они просто там сидят или лежат. И, естественно, закономерно возникают причины, следствия, ошибки, закономерности. Вот через все вот это вот идет закономерная такая, линия, которая приводит человека в итоге через, допустим, через 40 лет жизни, через 50 лет жизни, через 60, 70, ну дай Бог, до 80 дожить, закономерным результатом и итогом. Вот о чем я хотел особо бы сказать. И тут, знаете, когда, когда вот, будем говорить, слаживается обстановка, которая требует, как бы сказать, своего разрешения, то невольно, невольно приходят вот такие вот, как бы сказать, не только мне мысли, а мысли не мне одному, многим людям. И вот примерно в эту же тему пришло мне такое письмо. И я его зачитаю как раз по нашей теме. Некто Наталья мне пишет. Геннадий Петрович, долгие годы занималась по вашей методике. Вот видите, я все подчеркиваю, не по моей методике, а по тому, как надо создать индивидуальную систему оздоровления. Я этому учу в своих книгах. Голодала, принимала урину, питалась правильно, питание смешано. Лет пять появились проблемы вида зуда на стопах, тыльной поверхности предплечья, сильные головные боли, зуд и дискомфорт, тяжесть слева, боль в поясничной области, сладкий вкус во рту, сухость кожи, сильнейший гиперкератор стоп и незначительное похудание. Вот это слово, заметьте, оно тянет все по жизни, все по здоровью, по судьбе, по жизни, по семье, по работе, по детям там и по всему, короче. Случайно при скрининговом осмотре выявили сахар 7,4 натощак. То есть все там до этого перечисленные, как бы сказать, симптомы указывали на то, что повышен вообще-то сахар. В анамнезе, мастопатии, ФНК левой груди, миома матки небольшая, мигрень, мигрень. О! Мигрень это головные боли непонятные. А вот фобии около 30 лет. Вот все-таки, знаете, мне нравится, что люди, которые занимались по моим книгам, они не просто там говорят, у меня там запор, я не могу садить в туалет или еще. Они уже понимают, что широкий круг различных вещей, особенно в сознании, влияет на здоровье. И вот в данном случае подчеркнута, как бы сказать, там перечислено все это физиологиями, там мигрень, фобии около 30 лет. Фобии это какие-то непонятные, неосознанные страхи. И вот с этих фобий надо было бы и начинать свое оздоровление, потому что их, они длятся около 30 лет. причину надо найти. Откуда? А? Я говорю, причины, следствия, ошибки. И вот она, закономерность, сахарный диабет. Кстати, тут не написано, что человек, значит, грубо говоря, то-сего делал, не было указано о физической нагрузке. физическая нагрузка, вернейшее средство против сахарного диабета второго типа, то есть она должна быть регулярной. Мне 65 лет. Зачем я хожу по часу в день? Зачем я через день, там, примерно, через два дня тягаю тяжести? Да для того, чтобы вот этот сахарный диабет, который, так сказать, ждет меня, поджидает пожилого человека. Не развился, потому что я ем, допустим, и сладенькое что-то, люблю там и конфетку там съесть, просто, знаете, чтобы слюна там побежала. То есть, если бы я ничего вот этого не делал из физической нагрузки, давно бы был бы сахарный диабет второго типа. Но самое важное, фобии. и фобии. И еще разок. Причина фобии, следствие, начинаются, будем говорить, там, какие-то проблемы, фобии, вот это вот, в груди, там, иома, и так далее, да, ошибки, человек начал туда-сюда все это там делать, допускать, и закономерность ухудшения здоровья. Ухудшение здоровья, далее все это выльется на уровень жизни, на уровень судьбы.